В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Плата за жилье социального найма увеличится. Прошло заседание городской думы. Новаторские идеи в реабилитации после инсульта и диагностики рака в Сарове прошла научная конференция молодых врачей. Жесткое противостояние хоккейный клуб Саров-Инвест приглашает саровчан на финальную серию игр. Далее расскажем обо всем подробно. С 1 июля текущего года на 4% увеличится плата за жилье социального найма. Последний раз она индексировалась в 2015 году и с тех пор оставалась неизменной. Утвержденное депутатами на заседании Думы повышение платы за пользование жильем соответствует уровню инфляции. Также на прошедшей сессии народные избранники проголосовали за утверждение местных нормативов градостроительного проектирования. Документ депутаты долго обсуждали на заседаниях комитетов. К предложенному проекту местных нормативов градостроительного проектирования возникло множество вопросов. В частности, как обеспечить прописанное там требование к единовременной пропускной способности спортивных сооружений. Мы уже рассказывали о том, что исходя из сегодняшней численности населения, документам определено, например, что на универсальных полях для игр на траве одновременно смогут заниматься около 45 тысяч человек, плавать в бассейнах – до 16 тысяч, заниматься на ледовых катках – сразу 35 тысяч человек и в то же время еще более 35 тысяч на закрытых ледовых аренах. Тем не менее, нормативы были вынесены на рассмотрение на плановую сессию. И уже на заседании Думы депутат Петр Смирнов заявил, что в документе отсутствует ряд расчетных показателей, которые были обозначены в техническом задании для разработчика. Я считаю, что работа не соответствует техническому заданию, выполнена не полностью. Поэтому по результатам сегодняшнего рассмотрения и утверждения данного документа, а я вижу настроенность на его утверждение, мной будет направлен запрос в прокуратуру с целью проведения проверки соответствия разработанных нормативов, требований технического задания. Техническое задание в ряде моментов допускает, как правило, какие-то допуски. Там часто встречается фраза «установить при проектировании», «определить проектом» и так далее. Основная часть проекта местных нормативов, это написано в техническом задании, должна включать. То есть вот эта формулировка должна включать, она как бы предполагает, что там должны быть эти разделы. Так или иначе, с любыми показателями, какие бы там они ни были, и они их не включают. Если техническое задание соответствует требованиям нормативных документов, а документ, разработанный не соответствует техническому заданию, значит он не соответствует требованиям нормативных документов. После непродолжительной дискуссии большинством голосов местные нормативы градостроительного проектирования были утверждены. Лидия Шилаева, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Обсуждения реконструкции парка имени Зернова продолжаются. В Центре поддержки предпринимательства прошла уже вторая встреча представителей администрации с бизнес-сообществом. И если в прошлый раз большое внимание уделили возможным перспективам развития, то в этот раз предприниматели пришли с конкретными предложениями. Появление малой эстрады, на которой будут проводиться различные праздники и мастер-классы, шахматы на газоне, водный фонтан, световые рамы при входе в парк. Все эти пункты уже нашли отражение в дизайн-проекте. Но для того, чтобы сделать парк имени Зернова центром притяжения горожан, нужны более серьезные объекты инфраструктуры. И у Саровских предпринимателей есть конкретные идеи, что бы они могли сделать для развития парка. Кофейня с читальным залом, малый кинотеатр и даже шоколадный шоу-рум. Площадь, на которой размещено производственное оборудование, но в более компактном варианте, на котором в присутствии покупателей изготавливаются кондитерские изделия, шоколад. С помощью предпринимателей планируется и освоение территории в районе поймы реки Сатис, причем как прилегающих к парку, так и на противоположной стороне. И этот участок оказался очень привлекательным для бизнесменов. Нам интересен комплекс. Это лодочная станция, это вейк-парк, это значит кафе, это все вот эти вот прибрежные, вот эти всякие движения околоспортивные, это фитнес какой-то, воркаут, это вот эти ваши, как вы нарисовали, площадки для пляжного лейбола. Превратить прибрежные территории в зоны отдыха предприниматели готовы, да и взяться за своеобразную реконструкцию парка тоже, но при условии, что все необходимые для их объектов коммуникации уже будут подведены. Сейчас мы вот этот проект рассматриваем, что город дает землю, это идет коммуникация, вода, электричество, канализация, потому что без этого, ну бесполезно даже, чем говорить. Возник ряд вопросов и о взаимоотношениях администрации и бизнеса. Будут ли чиновники влиять на ценовую политику построенных объектов? И не получится ли так, что после строительства предприниматели попросят освободить помещение? В конечном итоге предполагать, что будет создана такая некая сота с транзитными дорожками, и внутри этих территорий возможно предоставление земли для стационарных и нестационарных объектов. То есть, может быть, скорее всего, мы будем прорабатывать вопрос возможности предоставления для строительства стационарных объектов, но это вследствие, вследствие текающих последствий, уверенность ваша. Воплотятся ли все задуманные идеи в жизни и превратится ли парк имени Зернова в место отдыха, подходящее всем горожанам, покажет время. Но то, что его ждут изменения, это факт. Уже в этом году будет реализована программа формирования комфортной городской среды, в рамках которой планируется оснастить детскую площадку новыми мафами, благоустроить дорожки и провести другой необходимый ремонт. Мария Ирунич, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. В Сарове появится муниципальный опорный центр дополнительного образования. Постановление о его создании опубликовано на официальном сайте администрации города. Новый центр будет заниматься организацией дополнительного образования для детей и финансироваться из городского бюджета. На базе МОЦ будут проводиться конференции, семинары, круглые столы и мастер-классы. В целом центр будет координировать взаимодействие всех организаций города, которые реализуют дополнительные образовательные программы. Сам центр будет располагаться на базе Дворца детского творчества. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Департамент городского хозяйства сообщает. 8 апреля с 7 до 16 часов будет запрещено движение транспортных средств по улице Березовой на участке от городского кладбища до пересечения с улицы Равенской. Ограничение будет в связи с празднованием Пасхи. В четверг 12 апреля на площади Ленина пройдет очередной сбор помощи для животных из городского приемника. Неравнодушные срочения могут принести сухой корм педии, гречистые полотенца или постельное белье, ветеринарные препараты, моющие средства. Все это можно будет передать волонтерам 12 апреля в 19 часов. Те, у кого нет возможности прийти на сбор, могут передать помощь в магазин «Лемур» в торговом центре Куба. В Нижегородской области вновь зафиксировались случаи бешенства. Смертельно больные и опасные животные обнаружены в рабочем поселке Вознесенское и селе Мукса Бутурлинского района, а также в Ордатове. На территориях этих населенных пунктов введен карантин. Вместе с весной на улицы приходит не только солнечная погода, но и грязь. Огромное количество песка и черного снега можно встретить на улицах и дорогах многих городов. Стал лесоров исключением или коммунальные службы справляются с уборкой города, выясняла наша съемочная группа. Наконец-то наступила весна, а это значит, что когда сошел снег, на улицах города появились огромное количество грязи, песка и соли. Это все то, что все месяцы зимние ДГХ выкладывало на улицы города, чтобы не скользили. Улица Советская находится на периферии, и тут, конечно, есть к чему придраться. Из-за луж горожане вынуждены искать обходные пути. Наличие грязи и песка бросается в глаза, а после выхода на чистое место так и тянет обтряхнуть обувь. Но стоит выйти на одну из центральных улиц, ситуация улучшается. Одна из центральных улиц города, улица Московская, ее как минимум уже высушило солнце, и как минимум соответствующие службы ее подмели. Правда, вот обочина еще долго будет грязной и сырой. Из нового района мы переместились в старую часть города, и там попытались найти неубранные тротуары. В районе площади Ленина коммунальные службы уборку уже произвели. Добраться из точки А в точку Б не испачкав обувь. Реально. Да и жители города оценивают усердие сотрудников дорожно-эксплуатационного предприятия достаточно высоко. Как оцениваете уборку улиц после зимы? Не совсем очень хорошо. Почему? Ну, ЖЭК хоть слабоват, убирает, а вот ДЭП нормально. Пока еще рано судить. В прошлом году, насколько я помню, все было убрано гораздо хуже. Сейчас довольно-таки чисто, но может быть они успели брать, потому что было дано много времени. Порядок сейчас положительный, можно сказать так, потому что сложно сейчас убрать улицы. Ну, после зимы вот много трещин, все это. А так все нормально. Снег сошел всего пару дней назад, но коммунальные службы уже на улицах города и уже приводят дороги и тротуары в порядок. Промежуточный итог, как показал наш опрос, жителей удовлетворяет, а значит, что совсем скоро мы с вами будем ходить по чистым тротуарам без луж и снега. Про чистоту улиц для вас выясняли Кирилл Васенин и Владимир Лисик. Рентгенологи, терапевты, травматологи и акушеры. В Доме ученых прошла научно-практическая конференция молодых врачей. В ее работе приняли участие более сотни медиков, ставших сотрудниками клинической больницы номер 50 совсем недавно. О том, какие темы вызвали самые жаркие споры и каково это быть молодым врачом сегодня, расскажем в следующем репортаже. По мнению Дмитрия Меньшикова, быть молодым врачом сегодня невероятно интересно. Развитие науки и технологий открывает множество перспектив и горизонтов для постановки точных диагнозов и изучения различных патологий. Для того, чтобы заниматься наукой, нужно накопить сначала определенную довольно-таки большую базу знаний. Не только знаний, но и практического опыта. Пока что я перед собой вижу цель – это овладеть полностью всеми методиками в моем направлении, стать квалифицированным хорошим специалистом. Дмитрий не скрывает – работа действительно захватывающая. Но в то же время молодой человек подходит к ней очень ответственно. На кону всегда чье-то здоровье или даже жизнь. Самым интересным в своей профессии считает постановку диагноза. Каждый день сталкиваешься с чем-то интересным, потому что смотрим картинку внутренних органов человека. И у каждого она своя, индивидуальная. И приходится принимать решение в зависимости от особенностей данного человека, является ли то изображение нормой или патологией. Проведение подобных научно-практических конференций, по мнению организаторов, – очень полезная форма работы для молодых медиков. Она позволяет всегда быть в курсе последних новаций в области медицины и дает возможность специалистам из разных областей обменяться мнением. Это прежде всего общение среди врачей. Потому что бывает такое, что молодые специалисты работают, часть из них, допустим, в первой поликлинике, вторая часть во второй. И они иногда общаются просто и не видят друг друга. Некоторые темы конференции вызвали у зрительного зала много вопросов и даже споров. Но, как признались организаторы, именно в диспуте у врачей обычно рождается истина. А значит, молодые специалисты КБ-50 двигаются в верном направлении. Кирилл Васенин, Владимир Есеников, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Спортивное «Что, где, когда» появилось около 30 лет назад на базе одноименной телевизионной передачи. И с тех пор завоевало сердца миллионов людей. В нашем городе эта интеллектуальная игра тоже активно развивается. Команда «Треть в лице» стала призером сразу двух крупных турниров. Ребята взяли серебро в региональной формуле «Интеллекта» от Госкорпорации «Росатом» и бронзу на чемпионате Нижегородской области. Команда «Друзья, друзья» – опытные участники турниров «Что, где, когда». Они регулярно посещают интеллектуальные игры и уже неоднократно попадали в число призеров. В этот раз ребята вновь заняли призовые строчки в интеллектуальных баталиях в Нижнем Новгороде. Проходил финал турнира «Формула интеллекта», который организует Госкорпорация «Росатом». Там мы заняли второе место по Нижегородской области и 20-е место по России в общем зачёте. А уже в следующую субботу мы ездили на чемпионат Нижегородской области «По что, где, когда». Там мы показали достойную игру, хорошо сражались, ответили на 25 из 46 вопросов и заняли третье место. По словам представителей команды Глафира Солдатова и Александра Толмачёва, участие в интеллектуальных играх – это почётно и здорово. И дойти до турниров областного и всероссийского масштаба по силам не каждому. Чтобы эрудиция не подводила, ребята стараются играть по определённой схеме. «Всегда помогает справиться логика, если начать раскручивать вопросы, пытаться из одного какого-то факта сделать несколько, то есть прийти к пониманию именно образом от сложного к простому». На достигнутых результатах команда «Друзья-друзья» останавливаться не собирается. Ребята уверены, что они точно станут лучшими по России и обязательно сыграют за столом самим Александром-друзём. Есеников Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24». В двух шагах от Кубка в эти выходные пройдёт вторая и третья игры финальной серии чемпионата Нижегородской области по хоккею. За звание лучшей команды борются хоккейные клубы «Саровинвест» и «Сеченова». Напомним, прошлый матч пощекотал нервы игрокам и болельщикам обеих команд. Счёт открыли уже на второй минуте спортсмены «Сеченова». Интрига «Кто же станет победителем матча» сохранялась до последней минуты. Отвечая голом на гол, хоккеисты показали, что на льду встретились достойные соперники. И буквально за полторы минуты до конца третьего периода «Саровинвест» забивает победную 12-ю шайбу. Но после игры спортивно-дисциплинарный комитет вынес решение за участие в матче незаявленного игрока засчитать клубу «Сеченова» техническое поражение 0-5. Следующую игру «Саровчане» проведут на выезде уже в эту субботу, 7 апреля. Матч обещает быть жёстким и зрелищным. А 8 апреля в 13.00 болельщиков приглашают в наш Ледовый дворец. И в случае двух побед в эти выходные хоккейный клуб «Саровинвест» заберёт чемпионский кубок. И это всё, о чём мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!